Здравствуйте, друзья! Большое спасибо, что вы снова с нами. И сегодня мы продолжаем наш разговор о вторичных гипертониях. Сегодня мы поговорим о вторичных гипертониях, связанных с заболеваниями почек и сосудов. Опять же, как говорят нам клинические рекомендации по артериальной гипертонии у взрослых 2020 года, распространенность ренопарентхематозных заболеваний, которые являются причиной артериальной гипертонии, составляет 2-10%. Основные симптомы. Это, во-первых, может быть бессимптомное течение. Как правило, мы видим мочевой синдром, гематурия, протеинурия, нектурия. Могут сопровождаться анемии. Также это повышение давления может быть связано с уже известным поликистозом почек и уже с диагностированным сахарным диабетом. Диагностика достаточно традиционная. Это то, что делается при заболеваниях почек, креатинина, электролитоплазмы, скорость клубочковой фильтрации, белок в крови и в моче, ультразвук почек. Мне хотелось бы с вами просто немножечко у себя в голове уточнить, все-таки какие это заболевания. Потому что у кардиологов, ну знаете, это нефрология, это не наше. Лучше об этом с нефрологами. Ну, мы не будем сейчас подробно это разбирать. Просто уточним название этих заболеваний и что же при них происходит. Общие симптомы. Гломеролонефрит. Итак, гломеролонефрит – это инфекционно-аллергическое заболевание, преимущественно поражающее клубочковый аппарат почек. Ну вот на фотографиях вы видите на рисунках, что где находятся клубочки, вот они в корковом слое почек, и вот там происходит инфекционно-аллергическое заболевание. Как оно проявляется симптоматически? Это прежде всего гипертония, повышение артериального давления. Почки испытывают гипоксию. Они в повышенном режиме синтезируют ренинг, как реакцию на гипоксию почки. Повышается артериальное давление. Итак, гипертония, отеки и мочевой синдром протеинурия, гематурия. Это характерные признаки для гломеролонефрита, воспалительного инфекционно-аллергического заболевания клубочкового аппарата почек. Следующее заболевание почек, которое вызывает тоже повышение артериального давления. Это поликистоз почек. Он, кстати, может достаточно долго течь бессимптомно. Но если это одна киста, она действительно никак себя не проявляет. Но если вот этот поликистоз почек уже нарушает структуру почки, то тогда будут и боли в животе за счет расширения почки, будет повышенное артериальное давление из-за того, что почка испытывает гипоксию, опять повышенно синтезируется ренин. Это будет приводить к нарушению оттока мочи и, соответственно, рецидивирующим инфекциям мочевыводящих путей, с лихорадкой выделением мутной мочи с неприятным запахом. И в итоге это все приводит к потере функции почки с развитием почечной недостаточности. Следующее заболевание – гидронефроз. Гидронефроз у взрослых – это состояние, связанное с обтурацией мочевыводящих путей. Самая частая ситуация, когда камень, ну вот вы видите на рисунке, камень встает в устье мочеточника и не дает оттекать моче. Тогда лоханка почки расширяется, отток мочи нарушен, почка опять начинает испытывать гипоксию и повышается артериальное давление. Боли в пояснице, кровь в моче, воспалительный синдром, гипертермия, озноб, слабость – все это присуще гидронефрозу на фоне обструкции. Аномалии развития почек. Ну, как правило, все-таки вот эти вещи диагностируются в детском возрасте. Аномалий может быть очень много. Перед вами таблица, что могут быть и аномалии мочеточников, и стриктуры мочеточников, и аномалии положения почек, с одной стороны, с двух, утроение почек, подковообразная почка, эльдообразная почка. Все эти состояния приводят к повышению артериального давления, если почка по вот уже перечисленным выше причинам, опять же, начинает испытывать гипоксию, недостаток кислорода, повышенно синтезировать ренин и приводить к повышению артериального давления. Итак, вот вы видите на рисунках, какие аномалии почек, но это наиболее часто встречающиеся представлены здесь. В чем это выражается? Ну, в том, что нарушается функция почки, опять же, ее гипоксия, это отеки, это повышение давления, это боли в пояснице, это, естественно, мочевой синдром, и все это в итоге приводит к нарушению функции почки, к острой хронической почечной недостаточности. То есть здесь для кардиологов, для людей, которые в данном случае не лечат эту патологию, а наблюдают на нее со стороны, вот комплекс этих симптомов, он приблизительно одинаков. Диабетический гламеролосклероз. Но я уже упоминала, что повышение артериального давления при уже диагностированном сахарном диабете, как правило, связано с тем, что этим сахарным диабетом повреждены почки. Что происходит? Происходит диабетический гламеролосклероз. Ну, вы видите на рисунках, что происходит в самих клубочках. Естественно, это вызывает нарушение функционирования самих клубочков. Происходит протеинурия, артериальная гипертония и прогрессирующее развитие хронической почечной недостаточности. Волчаночный нефрит. Это, конечно, достаточно редко встречается, поскольку это проявление прежде всего системной красной волчанки. И первое, что увидят врачи, это экстраренальные проявления синдрома красной волчанки. Но если при этом задействованы почки, мы увидим протеинурию, гематурию, мочевой синдром, лейкоцитурию. И, соответственно, мы можем ждать, что будет повышение артериального давления, потому что здесь прямая связь с гипоксией почки и с ее повреждением. Вот, собственно говоря, основной список ренальных заболеваний, которые могут приводить к лечению артериальной гипертонии. А теперь давайте посмотрим на этот слайд. Мы с вами его уже разбирали. Итак, что же нам говорят рекомендации по лечению артериальной гипертонии при заболеваниях почек? Первое. Мы начинаем с ингибиторов АПФ и их аналогов. Добавляем антагонисты кальция. Вы помните, что с точки зрения почек, это очень важный момент. Ингибиторы АПФ, они расширяют отводящую артериолу, а блокаторы кальциевых каналов, они расширяют приводящую артериолу. И когда мы назначаем обе этих группы препаратов при лечении артериальной гипертонии, мы как бы разгружаем почку, мы расширяем и сосуд на входе, и сосуд на выходе. Когда мы будем расширять один из этих сосудов, для почек это не очень хорошо, поэтому при заболеваниях почек оптимальным будет именно это сочетание. Диуретик. Диуретик тоже назначается при заболеваниях почек, потому что он, во-первых, и снижает артериальную гипертонию, и помогает почкам, собственно, фильтровать саму мочу. При заболеваниях почек возможно назначение и петлевого диуретика, то есть более сильного сразу, потому что функция фильтрации при заболеваниях почек она все-таки страдает. И вы видите, что если скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл в минуту, то надо назначать и петлевой диуретик. Второй шаг, ну, собственно, он аналогичен первому. И если мы все-таки не добиваемся снижения артериальной гипертонии этими тремя группами препаратов, то можно добавить спиренолактон, который очень хорошо помогает при резистентных формах гипертонии. А также можно добавить и другой диуретик, или бета-блокатор, или альфа-адреноблокатор, то есть препараты других групп, которые бы тоже помогли в снижении артериального давления. Но главную схему, основную базисную схему при лечении артериальной гипертонии при заболеваниях почек мы должны с вами запомнить. Это ингибитор АПФ и блокатор кальциевых каналов. К ним присоединяется диуретик, или обычный диуретик, или петлевой диуретик. Вот это базовая схема. Дальше уже начинаем искать какие-то дополнительные лекарства для лечения артериальной гипертонии. И начинаем со спиренолактона. Еще состояние, которое связано с почками, и которые могут привести к их гипоксии, а соответственно к повышенному синтезу ренина и повышению артериального давления. Это атеросклероз почечных артерий. Чаще это заболевание, естественно, встречается у пожилых при сопутствующем диффузном атеросклерозе, особенно периферических артерий. Достаточно часто при сахарном диабете, курении. Курение, кстати, приводит к сужению сосудов и к более сильному развитию атеросклероза. И одним из таких дифференциально-диагностических признаков является шум в проекции почечных артерий. Мы с вами тоже об этом говорили, когда говорили о диагностике артериальной гипертонии. Диагностика этих заболеваний – это дуплексное сканирование почечных артерий, или КТ-ангиография, или МРТ-ангиография. По сути, что мы с вами... Вот что происходит. На картинке очень четко показано, что происходит. Сужается за счет атеросклероза почечная артерия, которая идет от аорты к почкам. Соответственно, приток крови к почке снижается. И фильтровать ей меньше, и гипоксию в самой почке. И дальше пошли все патологические системы. Вот как это выглядит на диагностической рентгенографии. Вы видите контрастную рентгенографию, и вы видите, что слева значительное сужение почечного сосуда, он практически прерывается. Фибромускулярная дисплазия почечных артерий. Это особая форма заболевания, которая связана тоже с изменением почечной артерии. Чаще встречается у молодых, у женщин, тоже дает шум в проекции почечных артерий, но чаще это одностороннее поражение. Это врожденное заболевание, которое развивается с возрастом. И там поражается сосуд неравномерно, а такой неравномерной очаговой гипроплазией стенок почечных артерий. Обычно поражают дистальные две трети почечных артерий. Важно знать, что при этой патологии применение ингибиторов АПФ, антагонистов к рецепторам ангиотензина-2 и нестероидах противовоспалительных средств может привести к развитию острой почечной недостаточности. Связано это как раз с этими артериолами. Вот что происходит при фибромускулярной дисплазии почечных артерий. Вы видите это на рисунках. Это, наверное, понятно. Вот так это выглядит на контрастной рентгенографии. Коортация аорты. Ну, собственно, сужение аорты. Опять же, через суженную аорту к почкам приходит меньше крови, чем положено. Самый характерный признак для коортации аорты это разное давление на руках и ногах. Представляет собой непротяженный суженный сегмент в области аортопульмональной связки и подключительной артерии. В некоторых случаях наблюдается также сужение дуги аорты. Причиной возникновения сужения может быть большая колатеральная артерия. Сужение большого магистрального сосуда. Обычно выявляется у детей или подростков диагностируется именно по разнице артериального давления между верхними и нижними конечностями. Вот нам с вами пригодилось измерение давления на нижних конечностях. Мы с вами об этом уже говорили. И между правой и левой рукой, но это мы делаем регулярно. Характерным для этого заболевания также является систолический шум в межлопаточной области. Узурация ребер при рентгенографии, но тоже бывает, но достаточно редко. Это лечится естественно хирургическим путем. Но мы с вами должны, мы разбираем все эти ситуации в плане применения к повышенному артериальному давлению. И здесь механизм повышения артериального давления, он собственно очевиден. Опять почки из-за сужения уже на уровне не почечных артерий, а аорты, почки недополучая достаточное количество кислорода, рефлекторно начинает увеличивать количество ренина, ренин повышает артериальное давление и дальше замкнутый круг. Итак, еще одно заболевание. Но так, достаточно кратенько, большими очень мазками, стрижками мы с вами прошлись по возможным вариантам. Но я надеюсь, что это все-таки более четко в вашей голове очертит тех круг заболеваний, при которых артериальная гипертензия может быть симптомом, то есть одним из проявлений этих заболеваний. В следующий раз мы с вами поговорим о симптоматических эндокринных повышениях артериального давления. А на сегодня все. Спасибо вам большое. До свидания. Я жду ваши вопросы.